С 2019 года начинается сокращение аналогового телевизионного вещания. Его на смену приходит цифровое. Уже больше года лампутанцы могут смотреть 20 каналов в отличном качестве, не меняя приемную антенну. Для этого владельцам телевизоров, выпущенных после 2010 года, достаточно их соответствующим образом настроить. Для тех, у кого телевизионная техника старше, необходимо приобрести и подключить к ним соответствующую приставку. Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам будут компенсированы расходы на приобретенное оборудование. Но срок приема заявлений на такую материальную помощь ограничен. Всего же 348 лампутанских семей и одиноко проживающих граждан могут воспользоваться такой выплатой. Уже приняты 54 заявления от горожан, которые хотят компенсировать расходы. И уже в ближайшее время им будут эти средства выплачены. Другим же стоит поторопиться. 12 декабря – последний день, когда будут приниматься документы. Хотелось бы напомнить нашим гражданам, что для получения государственных муниципальных услуг они могут воспользоваться любым из удобных способов. То есть это получить через МФЦ, написать заявление, прийти в МФЦ, через портал Госуслуг, а также непосредственно в Управлении по труду и социальной защите населения. Исключение составляет как раз это выплата субсидия на получение возмещения по приобретению цифровой приставки. Для того, чтобы граждан не ограничивать одним только нашим первым кабинетом, мы выделили отдельный восьмой кабинет, где граждане могут прийти именно для того, чтобы написать заявление на получение возмещения по цифровой приставке. Выплаты производятся в соответствии с постановлением правительства региона. До муниципалитетов доведены межбюджетные субсидии. Общая сумма заявок составила 20 миллионов рублей. Если у лабытнанцев остались вопросы, то специалисты Управления по труду и социальной защите населения всегда готовы на них ответить. Андрей Симоненко, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».